привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и совсем недавно мы сняли ролик про оптику выпуклых и вогнутых зеркал и еще один ролик про передачу тепла в том числе излучением и под этими роликами нас постоянно спрашивают а какую максимальную температуру можно получить сфокусировав солнечные лучи и сейчас мы с этим разберемся и наше первое рассуждение будет основана на втором начале термодинамики которая в одной из своих формулировок говорит что тепло не может передаваться самотеком от более холодного тела к более горячему ну и соответственно температура поверхности солнца составляет пять тысяч семьсот семьдесят градусов и если бы мы могли каким-то образом лучи от солнца сфокусировать и нагреть некое тело до более высокой температуры чем температура поверхности солнца то тогда и получилось бы что тепло самотеком передается от более холодного тела более горячему чему не может быть ну а следовательно мы имеем ограничение сверху мы не можем солнечными лучами ничего нагреть до температуры выше чем температура поверхности солнца до какой же температуры мы можем нагреть тело солнечными лучами у нас был похожий ролик на эту тему он назывался температура спутника я советую вам его посмотреть но сейчас я несколько модифицирую рассуждение оттуда ну во первых чтобы устранить теплопроводности конвекцию я буду считать что все происходит в космическом вакууме и у нас имеется большая линза которая собирает солнечные лучи на поверхность некоторого небольшого тела вот так а это тело само излучает тепло в пространство причем если у нас будет зачерненной и обращенная к солнцу сторона но она должна быть не зеркальной чтобы тепло вообще поглощалась и обратная от солнца сторона то излучение будет идти от этого тела во все стороны а если обратную сторону сделать зеркальной то она не будет практически ничего излучать и излучение тогда пойдет в переднюю полусферу то есть в сторону солнца а сейчас мы посчитаем до какой температуры тело может нагреться при этих условиях для этого мы рассмотрим солнечную печь находящуюся в узбекистане вблизи ташкента размеры параболического зеркала этой печи составляют 54 на 47 метров а его фокусное расстояние равно 18 метров оценим световую мощность собираемую зеркалом его фокусе для этого умножим площадь зеркала 2500 квадратных метров на поток солнечного излучения который приблизительно равен 1000 ватт на квадратный метр получаем два с половиной мегаватта эту мощность удается сконцентрировать в пятно диаметром 40 сантиметров соответственно площадью 0 12 квадратного метра после чего она переизлучается в пространство интенсивность излучения с поверхности этого пятна составляет 20 мегаватт на квадратный метр с другой стороны по закону стефана болтсмана это интенсивность равна сигма т в четвертой отсюда находим температуру фокусе и она равна четырем тысячам 300 кельвином здесь надо сделать несколько комментариев во первых реальная мощность солнечной печи по справочным данным составляет не два с половиной мегаватта один мегаватт что понижает температуру образца ну и кроме того этот образец разогретый излучает со своей поверхности не только вперед но ведь так сильно раскален что излучает и в обратную сторону и стало быть площадь образца увеличивает и все это понижает температуру до трех с половиной или трех тысяч кельвинов но второй комментарий состоит том что до сих пор я рассуждал скорее как инженер который согласует все данные а физики получают тот же результат совсем по-другому и я сейчас покажу как рассмотрим сферу радиус которой равен фокусному расстоянию линзы собирающий солнечные лучи если бы вся поверхность этой сферы полыхала как солнце то температура тела внутри этой сферы была бы равна температуре поверхности солнца но солнечные лучи приходят только со стороны линзы а излучение от нагретого тела расходится во все стороны поэтому температура тела должна быть такой чтобы поглощаемая излучаемая мощности были равны мощность излучения пропорционально четвертой степени температуры поэтому четвертые степени температур тела и поверхности солнца должны относиться как площадь линзы пер квадрат к площади сферы 4 пи f в квадрате и отсюда мы получаем выражение для температуры тела и глядя на эту формулу мы видим что температура нагретого образца в конечном счете определяется отношением двух геометрических параметров радиуса линзы и ее удвоенного фокусного расстояния ну и кстати сказать параболическому зеркалу такие отношения должны быть применимы ровно в той же степени и спрашивается тогда а зачем зеркала на солнечных станциях делают такими большими ведь кажется что и с помощью этого зеркала можно получить в его фокусе столь же высокую температуру если отношение его радиуса фокусного расстояния будет таким же и ваши соображения на этот счет зачем их делают все таки большими пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе а